На автобазе, расположенной в Ленинградском тупике, внеочередная проверка. Повод – жалобу пассажиров на состояние салонов автобусов. В частности, нарекания были на машины, курсирующие по 45-му маршруту. Всего по нему ходит 6 машин. К пяти из них сегодня замечаний нет. А вот один пришлось задержать на автобазе. Сегодня помыли состояние. Это говорит, это помытый автобус. Это говорит о том, что... А какой он был бы не помытый. Ну вот сейчас этот автобус не пойдёт уже в рейс. Сейчас он будет домываться, а потом после этого пойдёт. Исправляют недочёты тут же. Салон приводит в порядок. Пассажирам ждать машину на остановке не придётся. Этот маршрут в основном востребован утром и вечером, когда горожане едут на работу и возвращаются домой. В дождливую погоду в салон на подошвах пассажиры заносят немало песка и грязи. Большинство волокжан относятся к этому с пониманием. Ну, в принципе, неплохо. Но есть автобусы, которые в плохом состоянии. Меня в 45-м всё устраивает. Я человек очень терпеливый. Главное быть вежливым. Сегодня сотрудники отдела транспорта проверили и состояние остальных автобусов этого перевозчика. Тут же обсудили, как в целом ведётся работа по замене и ремонту автопарка. Так, недавно обновили машины рейса номер 35. Была произведена замена сидушек-сидений на автобусах ПАЗ. Заказаны, приобретены дополнительная обивка салона. Произведена уборка. Соответственно, также заключён договор на поставку двух автобусов, которые поступят в город Вологду в июле месяце и приступят к перевозкам по маршруту номер 45. Частные перевозчики обновляют автопарк по договорённости с властями Вологды. В 2017-м транспортными компаниями закуплено 33 автобуса, в 2018-м ещё 15. Курсируют по городу и 10 новых автобусов на газомоторном топливе большой вместимости. А всего Вологжан перевозит свыше 250 единиц транспорта. Но важно не только пополнять автобазу, но и содержать машины в достойном виде. К сведению принимаются все сообщения горожан, в том числе и те, которые появляются в средствах массовой информации. Так что подобные проверки продолжатся. Татьяна Рыжкова, Михаил Протасов, ВООК ДРФ